Здоровые граждане, здоровые города. Это не пафосный лозунг, а реально действующий проект Союза Российских Городов. Принцип работы такой пришел, увидел, перенял. Сегодня в столицу Чувашии приехала представитель этого проекта Виктория Шейгас. Что хорошего можно перенять у нашего города, смотрите прямо сейчас. Сегодня на тихом часу за детьми наблюдает не только воспитатель, а целая делегация. Это не просто детский сад, а положительный пример того, как частник помогает городу решить острую для всей России проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, благодаря этому заведению на работу могут выйти даже те родители, чьих детей не берут в муниципальные детские сады по возрасту. Сюда ребенка можно водить уже с полутора лет. Полноценный функционирующий садик не хуже, чем муниципальный, а я считаю даже лучше, потому что малокомплектность групп. Вы знаете, сегодня идет очень популярное уплотнение групп, 30 человек, у нас 15 это край. У нас в течение дня два воспитателя работают с детьми с 15, плюс на 15 детей еще помощник воспитателя. И кроме этого, как я говорил, плюс дополнительно спортивный руководитель, музыкальный руководитель, логопед, психолог, занятия, подготовка к школе и иностранной языке. Что ж, частник помогает городу, ну а город в свою очередь частнику. Это называется частное и государственное партнерство. Чтобы руководители этого детского сада смогли обеспечить такие условия и максимально снизить цену, сейчас это 7,5 тысяч рублей в месяц. Муниципалитет, к примеру, сделал льготу на аренду помещения. Город, предоставляя льготу по аренде, предоставляя возможность пользоваться вот этой территорией, в общем-то уже дал огромные возможности для руководителя этого детского сада, потому что они могут направить эти средства на благоустройство территории, на создание игровых площадок, на ремонт, капитальный ремонт помещения. И все, что нужно для развития ребенка, в общем-то эти льготы тоже помогут встать на ноги данным предпринимателям. То, что касается небольших групп, вот этой вот вариативности аренды, то есть когда муниципалитет идет навстречу частнику, пытаясь как-то улучшить условия их деятельности, тем самым опять же помогая нашим детям, это тоже, я думаю, было бы интересно для наших городов. Кроме детских садов, чебоксары похвастались спортивными комплексами, организацией школьного питания и массовой зарядкой. Теперь дело за тем, чтобы что-нибудь хорошее подсмотреть у других. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.